Казанский университет Собственно, поэтому и был создан Институт фундаментальной медицины и биологии на базе уже существующего биологического факультета. Участие Казанского федерального университета в программе повышения конкурентоспособности вузов ТОП-5100 определило более сфокусированное направление развития биомедицины – стратегическую академическую единицу СМП-трансляционная медицина. В основе всех решений в САЭТ «Трансляционная СМП-медицина» лежит человек и его здоровье. Постребованность обществом новых медицинских технологий обозначила основной вектор развития современной медицинской науки, который определен как «трансляционная медицина». САЭТ «Трансляционная СМП-трансляционная медицина» Главный тренд трансляционной медицины предполагает ускоренное внедрение научных открытий и новые методы диагностики, лечения и реабилитации конкретного пациента, что четко укладывается в концепцию 4П-медицины. В центре концепции персонифицированная медицина, то есть индивидуальный подход, персональный, к каждому больному. Лечить не болезнь, а больного – вот девиз, который в данном случае руководствуется ученой. Профилактический подход в медицине – профилактика возможных заболеваний. Как следствие профилактики можно рассматривать прогностический подход, суть которого – в прогнозировании развития заболевания. Четвертое П – просипативный подход, когда сам пациент принимает участие в процессе лечения в качестве объекта постоянного мониторинга состояния организма за счет использования различных датчиков и электронных устройств, то есть результат эпохи цифровизации. Ученые КФУ предлагают дополнить концепцию 4П еще тремя необходимыми средствами реализации трансляционной персонализированной медицины. Медициной обеспечивающей, провайдинг, подготовка новых кадров для здравоохранения за счет трансдисциплинарного медицинского образования. Упреждающей, приемте, междисциплинарные исследования на дальний горизонт. И точка ухода за пациентом – Point of Care, которая предполагает эволюцию соприкосновения больного с медициной не только в больнице, но и за ее пределами. При этом Казанский Федеральный Университет – единственный среди вузов России, имеющий крупнейшую клинику почти на тысячу койко-мест. Это университетская многопрофильная высокотехнологичная клиника, где отрабатываются медицинские и образовательные технологии, непосредственно внедряемые в диагностику и лечение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Проект воплощается в жизнь за счет развитой научной и образовательной инфраструктуры КФУ в области трансляционной медицины, которая включает в университетскую клинику четыре центра превосходства, три центра коллективного пользования, ноцфармацевтики, обучающий симуляционный центр, ставший прототипом для таких же центров не только в России, но и в Японии, Центр клинических исследований и вовлеченность в этот проект практически всех факультетов КФУ. Продолжение следует... Инфраструктура, материально-технические ресурсы и накопленные в ходе реализации дорожной карты повышения конкурентоспособности человеческий капитал позволяют КФУ реализовывать планы стратегической академической единицы 7П трансляционной медицины и выйти в лидеры мировой науки. Мы собрались в Казанском федеральном университете. Большой это такой серьезный образовательный комплекс. Я вот сегодня посетил разные образовательные учреждения. Здесь, в Татарстане, посетил сначала IT-лицей, где занимаются ребята, которые действительно так вот предметно интересуются новыми технологиями, которые, естественно, готовятся к научному будущему. Познакомился с инфраструктурой, которая создана уже в университете в рамках Института фундаментальной медицины и биологии. Прямо скажу, что все это, конечно, производит очень хорошее впечатление. Очевидно, что это все такого очень хорошего технологического уровня, можно сказать, мирового уровня. Продолжение следует... Вот мы сейчас только что посмотрели площадки Казанского, или теперь уже Приволжского федерального университета. Безусловно, это один из примеров того, как в истории, с традициями хорошими, с выдающимися научными школами, может отвечать на вызовы времени, идти вперед. Я бы, как ректор сказал, у нас, как он сказал, два. Теперь две даты основания университета. Совсем старинные. 1800 какой? 1804 год и 2010 год, когда к нему были присоединены несколько площадок, и когда институт, университет теперь уже получил новое дыхание. Академия. 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 Академия.